Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 октября, день Харитона, назван в честь преподобного отца Харитона-исповедника. С ним приключились удивительные чудеса. Его жестоко пытали, принуждая дать жертву языческим богам. Был освобожден и вновь схвачен разбойниками. От смерти Харитона спасла змея, она отравила вино ядом. Разбойники выпили его и умерли. Харитон остался жить в пещере, построил там церковь, где сложилась община, после чего образовалась Фаранская лавра, первая в тех землях. Сегодня крестьяне старались не покидать дом без необходимости, так как именно сейчас можно было подвергнуться сглазу и порче. Сегодня занимались домашней работой, запрещалось выметать ссор из избы, чтобы не было беды. День был опасным для тех, кто вступал в брак. Чтобы отвести беду, приносили колдунье кувшин меда с пирогом. Делали это молодые в тайне от всех. Верили, что это ее задобрит и она не расстроит их свадьбу. Сегодня не ели ягоды, ни сырые, ни обработанные. Мол, дьявол, за три дня до праздника оплевал эти ягоды. И если их съест человек, то будет болеть. Сегодня отмечали день осеннего Николы. Вечером молодежь приходила на летние кухни, чтобы сварить мед. Это могло продолжаться до самого утра. Утром их угощали, нарезали каравай, заваривали чай, давали свежий мед. По этой причине день еще называли «Микола-Медовар». Приметы. Если ветер сегодня дует с северной стороны, зима будет суровой, западной – снежной, а с южной – мягкой. Если в этот день ударит первый крепкий мороз – к снежной зиме. Если на Харитона выпал иней – к длительной сухой и солнечной погоде. Дмитрий Петрович, у вас красиво. И, кстати, а почему он использовал вот такие вот компоненты, как морковка? Здесь имеется и грубая клетчатка. В черносливе содержится такая нежная клетчатка. Все это необходимо для того, чтобы было в хорошем пищеварении. И плюс это все еще сочетается у нас с орешками. Так, это ты второй. И теперь смотрите, что мы сюда добавим. Если в этот мы будем добавлять мед, в этот сгущенное молочко добавляем. А как вот сгущеночка работает с черносливом? Много ее добавлять не надо, так как это вареный продукт. Я думаю, что никаких расстройств не будет возникать. А все будет нормальненько. То есть здесь мы еще как бы добавляем вкус для того, чтобы еще блюдо это оказалось не только полезным, но и вкусным. Как я и рассказываю на целебной кулинарии, чтобы наши блюда были не просто целебными, но и вкусными. И оказывается, рецептура должна уже была до нас разработана. Я вот сюда добавлю лимон, чтобы яблочко не окислялось. Хорошо, хорошо. Добавляйте лимон. А вам надо лимон? Или уже нет, наверное, с молоком? Я думаю, что здесь... Наверное, не надо, да? Не надо. А, ну нам же самое главное, проросшую пшеницу надо положить. Она, между прочим, засыхает, так что тут надо пооперативнее. Кстати, попробуй без проросшей пшенички. Вот у тебя ложечка есть, а потом с проросшей пшеничкой. Ну-ка. Что мы получаем? Вот мы иногда получаем такие продукты, которые трудно найти, даже где пирожные делают. То есть, такие сочетания есть. Ну, это прям вот черносливный десерт шикарный. Слишком много чернослива не надо. Проросшая пшеничка добавит витамины группы В. Всё это у нас оживает. И получается, для детей, знаете, вот лучше всего. Кишечник будет работать. Перистальтика. Снабжаться полностью по всем. Мне кажется, в наши дни у детей как раз всё нормально. С перистальтикой. А вот взрослым. Ну и тем более, особенно пожилым людям. Да, и людям в городах. Таким, таких, с этим, с таким ритмом я имею в виду. Ну что? Так, а вы сколько добавили? Ложку? Ложку, да, больше не надо. Геннадий Петрович, у вас вкуснее. Да ты что? Попробуйте. Ну, может, помешайте вы, пожалуйста. Давайте. И давайте я ещё чуть-чуть. А то как-то что-то, то ли, лимона много. Давайте. Попробуй. Угу. Вот это завтраки Бэннера. Тринадцатая лунная сутка. Дело идёт к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных сред. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!